Бюст Монферрана. По преданию историков, его создал Фалетти Антон Егорович в 1850 году из остатков строительства Исаакиевского собора, а именно, голову вытесал из белого карарского мрамора, волосы из серого мрамора Бордиллио, мундир из серого гранита, воротник мундира из аспидного сланца, плащ из шокшинского малиного кварцита, орденскую ленту из зеленого мрамора, ордена из желтого сиенского мрамора и малиного кварцита. По стаментам Бюста послужил розовый евдийский мрамор. Рафаэль Монти, мраморная вуаль, середина 19 века. Есть следующее описание, как автор сделал подобное творение. Глыба, которая предстояла стать извоянием, должна была иметь два слоя. Один более прозрачный, другой более плотный. Такие природные камни найти сложно, но они есть. У мастера был сюжет в голове. Он знал, какую именно глыбу ищет. Он работал с ней, соблюдая текстуру нормальной поверхности, и шел по границе, разделяющей более плотную и более прозрачную часть камня. В итоге остатки этой прозрачной части просвечивали, что и давало эффект вуале. Объяснения эти совсем не убедительны. Можно только представить трудоемкость процесса вытесывания подобных статуй. Более того, плащ на Бюсте Монферрана именно одет. Но как можно было так вытесать и одеть природный кусок кварцита? Эти и подобные вопросы породили версии того, что, возможно, эти статуи в то время были сделаны цивилизацией, которая намного опередила текущее развитие на Земле. Но есть ли для подобных версий основания? Предлагаю рассмотреть отрывки из книги, которая называется «Пространное руководство к общей технологии или к познанию всех работ, средств, орудий и машин, употребляемых в разных технических искусствах». Издана в Москве в 1828 году. Оригинал этой книги хранится в Российской Государственной библиотеке. Обратите внимание, книга, как и все книги 19 века, прошла проверку цензурного комитета. То есть информация о этой книге не была под каким-либо секретом. На странице 295 написано следующее. Умягчение камней. Неоцененную пользу доставило бы изобретение делать камни ковкими, особенно мягкими и гибкими так, чтобы их, вместо продолжительного и скучного обсекания, можно было резать ножами и ножеобразными орудиями. Флориан де Бельвью за несколько лет делал опыты с тонкими дощечками карарского мрамора, которые клал в песчаную баню. Когда он разгорячал песок до 200 градусов, то по прошествии 20 минут камни получали большую гибкость, не ломались и при том не теряли своего блеска. Камни удерживали свою гибкость и по охлаждении, когда их несколько времени сгибали то в ту, то в другую сторону. Вода, масло и другие жидкости снова отнимали у них такую гибкость. Сии опыты, может быть, показывают путь для достижения столь желаемого изобретения. Следующая глава. Плавление металлов, камней, земель и других тел. Посредством больших зажигательных стекол и зажигательных зеркал плавят такие тела, которые до сих пор сопротивлялись на и сильнейшему огню наших печей. Но еще скорее и легче плавят тела даже самые твердые камни током кислотворного газа, который проводят в огонь. Если струю всего газа пустить посредством паяльной трубки, даже на пламя простой свечи, то от происходящего жара алмаз делается летучим. Газ можно содержать в пузыре, которого отверстие снабжено трубкой с краном и потом уже легко выгонять его на пламя. Впрочем, для плавления кислотворным газом находятся также остроумно изобретенные снаряды. Даже и от непродолжительного действия поршня воздух в ящике так сгущается, что по открытии крана с большей силою тремится из трубки в виде тонкой струи. Он дует срезвычайную правильностью и точностью на подставленную лампу. Выходящая струя бывает сильнее или слабее, смотря потому более или менее кран открыт пред трубкою. При умеренном сгущении она вытекает равномерно около 20 минут. Смесь из двух частей водотворного и одной части кислотворного газа по объему доставляет наибольшую степень жара. И именно столь великую, что неплавкость, характер многих минералов, совершенно исчезает. Здесь железо, платина, даже чистая кремнистая земля, глинистая земля и многие драгоценные камни без труда расплавляются. Также в этой книге есть описание производства каменной посуды. Плавление глинистой земли для каменной посуды, фарфора и прочее. Ежели хорошей глинистой земле, например трубчатой глине, и кремнистой земле, например чистым кремням или голышам, до совершенного еще сплавления дать тесно соединиться друг с другом, то произойдет твердый и крепкий товар, называемый каменной посудой. Английская или веджудова каменная посуда лучшая и прочнее всех. Перед плавлением товар, составленный из мелко измолотых и единообразно смешанных материалов, выделывают точением и формами. Обыкновенная глазурь или мурава, которая после наводится на товар, есть смесь из толченого кремня, белообожженной глины и белил, мелко измолотая и разжиженная водою. Сия глазурная масса плавится легче, нежели самая каменно-посудная масса. Она и в самом деле сплавляется на последней массе в светлое стекло. Разные металлические окиси употребляются для окрашивания оной. Золото, серебро и платина в порошке служат для золочения, серебрения и плотирования. И в заключении книги есть следующая пометка. Приготовление гипсового или искусственного мрамора из гипсового теста и клеевой воды, обыкновенно раскрашенного разными пятнами и жилками, составляет также предмет лепщика. Поверхность такого мрамора наводится весьма гладко и полируется пемзою или крововиком. Особенный род штукатуры приготовляют индийцы, а именно из раковин. Они их намачивают около двух недель в воде, потом пережигают вызвесть, толкут в порошок, хорошо смешивают с измолотым кремнистым камнем и с помощью воды превращают в тесто. При употреблении в массу вмешивают сахар, во время полировки обсыпают штукатурку весьма мелким порошком из обломков китайского фарфора, отчего она мало-помалу получает превосходную поверхность. Конец цитаты. И действительно, искусственный мрамор не был каким-то секретом. Например, можно найти упоминание о нем в указателе третьей в Москве выставки российских мануфактурных изделий 1843 года. В книге «Всероссийская мануфактурная выставка 1870 года» есть следующее описание. Брянский из Петербурга предоставил разнообразные изделия из искусственного мрамора, приготовляемого по привилегированному способу. Этот мрамор успешно может заменить употребление дорогого мрамора при обделке колонн и подобных предметов. Столь же интересны были образцы мраморида, состава, изобретенного Волотом из Петербурга, подражания камням Аспиду, Яшме, Лабрадору и Мрамору. Конец цитаты. В книге «Историко-статистическое описание Санкт-Петербургской епархии» описан воспитательный дом, который был возникнут в 1834 году. И здесь упоминаются колонны и пилястры из искусственного мрамора. Что случилось дальше с технологиями изготовления искусственного мрамора? Позвольте озвучить мою версию. Дальше была революция 1917 года, фабрики были забраны властью рабочих и крестьян, те, кто владел этими технологиями, были состоятельными людьми и были либо расстреляны советской властью, либо бежали за границу. Зато технология была заново изобретена только в 1933 году и можно найти авторское свидетельство на это изобретение. В документе, которое называется «Полное собрание законов Российской империи от 1828 года» можно найти следующее описание. Привилегия. Веленский житель Гиллер Маркевич, поданном в Министерство внутренних дел 14 мая 1823 года прошении, изъясняя, что для пользы и выгоды хозяйственных занятий изобрел он разного сорта машины, к приготовлению кирпичей и других изделий из глины. Будучи уверен, что прежде его до ныне не только в России, но даже и в целой Европе никто таковых машин не изобретал и не употреблял. И предоставил рисунки он их машин с описанием их. Просил в вознаграждение трудов и издержек, употребленных при изобретении их, выдать ему привилегию на 10 лет. Из представленных Маркевичем рисунков и их описаний видно, что изобретение его для приготовления кирпичей и других изделий составляет А. Пресс для делания разного сорта кирпичей, названный слоном, на коем посредством двух рабочих людей можно изготовлять ежедневно обыкновенных кирпичей со сквозь проходящими дырами или безонных от 450 тысяч до 500 тысяч штук. Всем же прессом приготовляются желаемые величины. Первое. Фундаментные камни. Второе. Круглые кирпичи для колонн. Третье. Цельные колонны в одной штуке. Четвертое. Плиты для тротуаров на улицах. Пятое. Кирпич, называемый голландские клинкеры, для мощения улиц, невредимый от мокроты и отъезды. Шестое. Карнизные кирпичи разных фигур. Седьмое. Цельные карнизы. Восьмое. Лестницы. Девятое. Кирпичи для куполов. Десятое. Кирпичи для прямых и плоских потолков или суфиты, которые один другой вкладываются и держат так крепко, что уже к ним не употребляется никаких брусьев или балок, досок, гвоздей и прочее. Одиннадцатое. Голландские кирпичи, которые служат для кровель вместо деревянных стропил и кои могут быть употреблены для печей в покоях. Двенадцатое. Черепицы всех сортов, а наипачи плоских, коими двойне кроются без употребления внизу их подмазки. Тринадцатое. Подземные трубы разных сортов для подвода воды и освещения газом. Четырнадцатое. Верстовые столбы и пирамиды разных фасонов. В конечном итоге привилегию эту он получил и с него была взята пошлина полторы тысячи рублей. Если чертежи и подробные описания машины Маркевича мне найти в архивах не удалось, то факт использования искусственного мрамора в первой половине 19 века подтверждается документально. У меня есть несколько версий, почему можно услышать столь нелепые объяснения создания статуй явно из искусственного мрамора. Возможно, это недобросовестная работа уже советских историков. Может быть, у них была задача скрыть технологические достижения царской России. Одна из версий – часть технологий перешла из Восточной империи. Напоминаю, что народы Средней Азии и Китая в России в царское время называли индийцами. В общем-то, версий можно озвучить много, без всяких инопланетян и уничтоженной из космоса высокоразвитой цивилизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова